добрый день дорогие друзья решения нет материальной точки зрения решения нет мир так устроен это описано также в древних писаниях таких бхагава гита что природа материальный мир атакова что он наполнен тройственными страданиями соткан из них как он сравнивается с шахтой из соли все соленое и соль это то что беспокоит нас раздражает кожу даже разъедает то есть уже неприятности какие-то болезненность чувствуем и мы ищем в этом мире в этой шахте как бы но более удобное место где-то потому что меньше соли где-то больше соли где-то меньше страдания где-то больше страданий но все равно вся шахта она как бы соленая так что мы говорим с вами если мы говорим о решении проблем полностью тут невозможно то есть все вокруг материально то есть источник беспокойства материальная природа работает циклично матрас паша а 100 кант и если точно друг к другу когда то есть циклы счастье несчастье имеется чередуются как зима и лето они так такие циклы мы их переживаем заглянем в историю общества в истории нашей как бы цивилизации всегда есть какие-то сложности во все времена в каждой эпохе каждый момент времени сюда есть какие-то вещи для нас приятные неприятные сюда вот эта самая двойственность вот эти вот циклы они продолжаются бесконечно тот сил природы дайва то есть они сверхъестественные для человека ли божественную природу имеет поэтому аборигены перед этими силами склоняют головы молятся когда видит какую-то молнию там гром они чувствуют беспомощности в молитву уходят адхи дайва называется просят просто эти силы быть к ним снисходительными милостивыми не гневаться или как иногда говорят материалисты враждебные силы природы вот они пытаются с ними бороться но как вы видите это невозможно подчинить природу в полном смысле слова адхи пхута другой вид страдания адхи пхута пхута означает живое существо я живое существо меня окружают другие живые существа разных типов люди как я могут не причинять беспокойство обиды или боль могут животные также пугать меня или нападать насекомые также беспокоит меня это адхи пхута называется страдание такой вид есть и адхи атма вот это нужно понять хорошо атма в переводе означает я то есть я сам источник страдания для себя же самого мой ум меня может беспокоить тревожить как хранилище каких-то впечатлений неприятных обид допустим ли я чего-то не понимаю или я не удовлетворен раздражен расстроен либо тело физическое болеет это адхи атма называется то есть я вот сам также причиняю себе как бы страдания волей-неволей вот тройственное страдание и вот какое же решение дается ведах потому что если есть страдание должно быть решение это утверждает также аюрведа что если есть болезнь обязательно должно быть лекарство и вот говорится что материальными средствами невозможно это изменить мы пытаемся материальными средствами например здесь болезнь мы ищем антибиотик лекарство какое-нибудь изобретаем изучаем действие этого лекарства потом применяем рассчитывая что надо избавить когда-то от болезни от всех найдем все средства это материальное средство и поэтому видим что на одну болезнь которым побеждаем появляются какие-то новые болезни почему-то то есть мы не знаем как устроена эта природа почему она продолжает нас беспокоить хотя вроде мы можем многое знаем и наука у нас очень продвинута мы уже изучили до атомарного как бы уровня материю можем вмешиваться в днк и там гены что-то там уже конструировать синтезировать среди живых существ уже создали искусственный интеллект а вот как же устроена эта природа почему она все-таки продолжает находить новые новые средства ресурсы и беспокоить нас и когда-то кончат у нее эти ресурсы или не кончат эти ресурсы кто-то сравнил эту материальную природу с опытным бойцом мы на ринге нашей жизни мы такой ринг вступаем в борьбу как в боксе и мы значит защищаемся от ударов судьбы и иногда принимать какие-то решения чтобы победить эту ситуацию выйти победителем и так идет вот этот бой у каждого сражение с материальной природой с этими вот проблемами мы их решаем или не решаем где-то мы проигрываем где-то выигрываем это уворачиваемся где-то на всем удар кажется вот вот победа здесь и мы видим что опытный борец опытный борец он какие-то находят новые приемы нами не изучены может быть нам уйти вообще глухую защиту вот так просто закрыться и может быть он устанет как есть песня высоцкого да он убил бил или сам решился силы я мне руку поднял рефери который я не бил то есть я просто защищался но вот вымотал этого сказать бойца может быть мы тоже так сможем просто вот вытерпеть все это когда она же устанет наконец наносить нам удары но материальная природа неисчерпаемые ресурсы иметь никогда не как волна в океане когда они кончатся мы не сможем как бы дождаться такого момента это устройство но мы говорим сегодня решение материальных проблем духовными средствами мы разделили видите и мы нашли две категории сегодня мы разобрались какие-то вещах что не только существует материальная энергия которая вот такая вот вот по природе вещей не укротить ее да как мы хотим но если еще оказывается духовная энергия вот мы с вами как бы первооткрыватели начинаю как бы новую эпоху науки исследования теперь как живое существо может жить в этом мире преодолевая эти проблемы решая на самом деле эти проблемы но уже не материальным способом а духовным способом мы начинаем видите находить на самом деле какие-то интересные решения дух и материя немножко давайте поговорим об этом как ученые как психологи может быть как философы как люди которые умеют наблюдать все ученые то тот умеет наблюдать это все может увидеть и вот сегодня поговорим о одной вещи который мы должны сами пронаблюдать увидеть она очевидна любому человеку и все же не все понятно потому что душа невидима материальными глазами материальным взором не увидите скрытый скрытая энергия дух скрыт его называют внутренняя энергия вот внешне видим человека душу не видим видим только его тело живое тело или мертвое тело и вот тут мы видим разницу живое тело вот владает такими свойствами а мертвое тело не обладает этими свойствами хотя форма та же самая химические вещества те же самые костная структура на месте вся нервная система все органы но там нет жизни оно не функционирует в принципе вот есть разница между живым и мертвым представьте как только тело живое все функционирует мельчайшие клетки аминный веществ все приходит как бы в движение и веду говорится душа образует некий поток в этом теле ну подобно как солнце она образует поток энергии сияния распространяющегося буквально как распространяется подобно вот вот есть такие вот спрей да называется вот вот этот спрей вот вот рассеивается вот так вот пронизывает да вот внедряется вживляется в эту среду как бы этот спрей распыляется вот эта душа находится в области сердца размер ее меньше материального атома более точно что ташватару панишат описывает размер души это образное понятие берете сечение волоса то есть кончик волоса сечение и расчленяет его на сотню частичек равных затем берете еще такую частичку сотую сотую часть волоса и расчленять еще на сто частей и вот одна воспринимаем никаким органом осиздания или зрения или услышать как-то ее но тем не менее каждый может убедиться в ее существовании поэтому вот очевидному признаку она себя спрей рассеивать по всему телу заполняет вот как солнце может заполнить с собой а гигантские пространство как бы с точки зрения пропорции солнце занимает не такое же большое место пространстве вселенной но свет распространяется очень далеко вот эти трагедические лучи и как говорят веды не только свет и тепло как который мы видим солнце излучает много еще других энергий невидимых невоспринимаемых которые также достигают еще еще дальних планет которые мы не знаем вот солнце влада таким могуществом одна планета смотрите солнце может поддерживать энергии огромное количество других планет вот этот спрей за счет вот этот все проникающий энергетической силы даже с точки зрения материи тонкой и грубой мы тоже видим этот это свойство пронизывать например пространство пронизывает воздух пространство пронизывает предметы то есть предметы не вытесняют пространство но находится в пространстве на внутри них пронизывает и куда мы не перемещались мы находимся в пространстве как был вот такой момент мы наблюдаем также у может пронизывать чувства. То, что мы чувствуем органами восприятия, воспринимается также и умом. Разум пронизывает тоньше ум. Аханкара пронизывает разум, ум и чувство. Все вместе. И вот это сознание пронизывает даже Аханкару, ложное я и все остальные вещи. Все как бы в матрешке одно в другом. Вот такая картина. И изначально источник энергии не разум, не ум, не органы чувства. Они должны как бы получить энергию, чтобы функционировать. Это называется душа. Вот это энергия, источник энергии. Источник энергии, не энергия. Разум это уже энергия, которым пользуются. Энергия то, чем пользуются. Обладатель энергии. Душа не пользуется чем-то еще. Она уже существует сама по себе. Она пользователь. Вот тут отличается, видите, материя и дух этим. Что материи мы пользуемся. А душа пользователь. И вот возникает вопрос, как пользоваться мне материальным телом, чтобы не вызывать страдания. Потому что страдания от материального тела, от других материальных тел, и от каких-то катаклизмов внешних. Эпидемия тоже может относиться как катаклизм какой-то, или социальные какие-то проблемы, или погодные условия. Вот теперь возникает вопрос в этом. Как не пользоваться материальным телом, чтобы не вызывать беспокойство? Человек может вызвать беспокойство у всех живых существ. Сегодня мы видели интересный ролик, что Дон, это река Дон была. Ростов? Ростов, Ростов. И вот оттуда пришел этот ролик. Люди там просто ликуют. Они увидели чудо, явление, которого не видели уже, может быть, давно или никогда, какие-то поколения не видели. В Дону появились дельфины. Они там играли, ловили рыбу прямо на глазах у людей. Там было ликование, восторг, все удивлялись, говорили, как красавцы. Они вот радовались этому всем, приносили радость. Появились дельфины. Где-то в Африке львы зашли в город и отдыхают в городе. То есть, видите, когда успокоилась вся эта атмосфера человеческая, гонка, другой живой мир тоже изменился. Видите, изменения происходят. Причем изменения происходят необычные. Мы как бы объединяемся с природой, в состоянии покоя. Мы как бы образуем некое такое единство жизни. И также можем вызвать расколы, вражду, как враждебные силы природы. Животные боятся людей, люди боятся животных, человек-человек боится. Одна нация боится другую нацию. Это зависит от того, как мы пользуемся своим умом, чувствами, телом. И как мы относимся к другим живым существам. Вот это уже вопрос касается отношений духовной. духовной. На самом деле, каждое живое существо хотело бы, чтобы с ним обращались так, как он сам бы хотел обращаться сам с собой. Так и говорится. Веди себя по отношению к другим так, как ты бы хотел, чтобы обращались с собой. Одинаково. То есть наша природа одинаково. Хоть мы люди разные, национальности и прочее, не будем перечислять, много различий. Но наша природа одинаковая. Мы все одинаково чувствуем боль, наслаждение, любовь, ненависть. Все эти критерии для всех живых существ равны. И вот это сознание пронизывает все тело. как желание наслаждаться, а не страдать. В этом теле мы хотим испытывать счастье. И веды объясняют, что если мы хотим испытывать счастье в материальном мире, то необходимо упорядочить материальную деятельность. Не изменить, а упорядочить, отрегулировать. Например, если вы заправите авторучку растительным маслом, то что получится, вы не сможете использовать его по назначению. Нужны чернила. И так, каждая вещь имеет свое предназначение. Так же, если вы машину заправите, скажем, неправильным видом бензина, или просто залете туда воду вместо горючего, она не поедет. То есть, есть предназначение. И так, что для меня предназначено природой? Должен использовать, как пользователь, правильно пользоваться пищей, работой, отдыхом. Должен понимать свои обязанности в семье, каждый. То есть, необходимы знания. Человеку нужно образование, чтобы понять, как упорядочить свою жизнь. Дело в том, что когда жизнь упорядочена, отрегулирована, пробуждается энергия счастья, проявляется сама по себе. То есть, это наша природа, мы счастливы. Если наша жизнь отрегулирована, счастье само по себе проявится, как удовлетворенность, как радость жизни, как способность удивляться, заниматься творчеством, кто-то пишет стихи, то есть, откуда? От избытка каких-то эмоций, счастья, переживаний. Вот мы предназначены для вот этого избытка счастья, для излучения как бы счастья. Вот это есть свойство души, да, она себя расширяет. Вот, вот. Если наша жизнь не отрегулирована, то наша энергия уходит часто на конфликты очень много, на усвоение неправильной пищи, на решение политических проблем, экономических проблем. Сейчас мы только слышим, что мы решаем, решаем проблемы. А просто отрегулировав нашу жизнедеятельность, ум, чувства, и речь, и поступки, счастье пробуждается само по себе, по закону природы. Так же, как если мы не вмешиваемся в природу, она сама восстанавливается, воздух очищается. Вот мы сейчас живем тут под Алматой, здесь тоже карантин. Алмата входила в один из самых экологически грязных регионов, потому что здесь так устроено место, вот такой котлован образовывается, где не очень проветриваются газы, выхлопы, заводские, как бы там, выделения вот этих предприятий. И очень, как бы, грязная среда беспокоила здоровье людей, не на шутку, раковые заболевания стали повышаться, очень быстро уже с онкологией рождались дети. То есть, серьезная была проблема, то, что мы слышали такие вещи тревожные, и уже не знали, какие решения принять, может быть, электромобили, то есть, надо что-то делать с этим, с экологией. То есть, мы уже не можем жить в этой среде, не способны. Сегодня уже какой-то второй месяц карантина, наверное, вот закрыто предприятие, машина не ездит, и мы видим, что смог ушел, воздух изменился, люди ликуют. Многие люди замечают и ликуют, и говорят, мы не видели такого города так спокойно. И какие-то птицы вдруг появляются, и то есть, природа, и начинаются отношения. В этой гонке, вот в этой, как бы, нерегулируемой жизни мы оторвались от природы, друг от друга, от экологии изначальной. Дети рождаются, уже не знают, что такое чистота, они уже рождаются в нечистых местах. Даже когда еще, вот у нас дочь родилась 35 лет назад в Санкт-Петербурге, даже еще в то время, когда мы приходили на прием к врачу детскому, они поставили диагноз Рахит. Форма головы такая вот была, они говорят, это Рахит. Мы очень испугались, Рахит, зачем же нам, что случилось с ребенком, почему Рахит? Говорят, а что вы так беспокоитесь? Говорят, в Ленинграде, в то время Ленинград, в Ленинграде все дети рождаются с Рахитом, здесь недостаточно солнца, это нормально для Петербурга, не надо беспокоиться, это нормально, это норма. То есть, мы сами установили себе нормы, Рахит это нормально, онкология это, ну, уже привычно, СПИД, к этому мы тоже уже привыкли, грипп тоже вот нападает, и также, также мы к этому привыкаем, мы привыкаем уже и к этой эпидемии, то есть, как мы решаем эти вопросы? Чисто эмоционально. Звонок. то есть, мы, собственно, не решаем эти вопросы, а привыкаем к ним, или называется обычная жизнь, на самом деле, она здоровая, поэтому регуляция начинается со здоровья. если мы хотим решить наши проблемы, нужно заняться атма, а, адхиатмой, то есть, самим собой, не другими живыми существами их переделывать, не климат переделывать материальную природу, а начинать с самого себя. Это решение называется, этот подход называется йогическим решением, йога. сейчас мы слышим о йоге, как о том, что восстанавливает наши способности, восстанавливает обмен веществ, восстанавливает какие-то органы, может быть, суставы, может быть, восстанавливает наше умиротворение, медитация, то есть, процесс восстановления йога. Йога буквально означает воссоединение, воссоединение с источником энергии, с источником, высшим источником, с абсолютной истиной, со сверхдушой, вот, как это я пронизывает душа, все это тело сознанием, также сверхдуша пронизывает все живое, неживое сверхсознанием, то есть, Бог как бы присутствует повсюду, на нем нанизано все, как вот на нити ожерелье жемчужное нанизывается, сложный такой узор красивый, можно одеть его, но мы не видим этой нити, она внутри, внутри подержит всю эту структуру, также этот мир, он видит это разнообразие, мы видим, много живых существ, все это в единстве находится, одна картина мира, единая, все взаимодействует, потому что есть связующая сверхэнергия, или источник этой энергии, источник живых существ, источник материальной энергии, духовной энергии, он один, джан-мадь-эси, это ага, означает, что из одного источника все исходит, все, что мы видим, все, что знаем, не знаем, живое, неживое источник всего один, материальной вселенной и так далее, йога означает воссоединение с этим источником, безграничным источником, то есть, ом пурнама, дах пурнам и дам, и шипаниша отописывает, что такое источник, это полное целое, полное целое, из которого может изойти сколько угодно, энергии, и он не истощается. И сколько угодно входит в него обратно, и он не переполняется. То есть безграничный. Это на связи с сверхсознания. И в нашем опыте мы видим, что в материальном мире все ограничено. И нам нужно время, чтобы вообще осмыслить что-то такое, что не имеет границ. Это вселенная для нас не имеет границ. Наши желания не имеют границ. Наши потребности тоже постоянно увеличиваются, не знают границ. То есть мы, конечно же, именно хотим жить в безграничном пространстве. И также в безграничном счастье, в безграничном знании, жить бесконечно долго, вечно. То есть как раз мы эти границы не хотим. Мы хотим вот этого как бы духовного, абсолютного, полного, целого. Ищем его. И он описывается, что он существует как поддерживающая сила. И от него исходят законы этого мира. То, что мы называем правила, предписания. И нам нужно просто научиться жить по законам Абсолюта. Абсолют означает, что жить не причиняя вреда никому. Не эксплуатируя никого. Отказаться от насилия. Потому что любое насилие вызывает карму, реакцию. Я сам как бы могу навредить себе, если я кому-то причиняю боль. Или кого-то обманываю волей-неволей. Зависится карма. Закон кармы. Закон бумеранга. То есть ко мне это вернется. Если ты плюешь в колодец, ты сам будешь пить оттуда. Если ты копаешь яму кому-то, ты можешь сам попасть в эту же яму. Так в народе говорят, наблюдают. Есть связь. Между тем, что я делаю и как я потом живу. Это называется законы. Законы тонкого устройства мира. Мы должны узнать от мудрецов. Потому что они могут быть тоже невидимы для нас. Как душа невидима. Ну как, я вот сделал какую-то плохую вещь, но никто же не видел. Мне так кажется. А сверхдуша видит. Сверхдуша в сердце, о которой я не знаю. Душу я не вижу, сверхдушу тоже не вижу. Свидетели есть. И как бы это фиксируется в законе кармы. И несомненно, обязательно придет реакция. На все мои поступки. Что посеешь, то пожнешь. Итак, эта душа находится в области сердца. Одна диэкстичная кончика волоса. Пронизывая все тело сознанием. Это мы понимаем с вами. Сознаем, что сознание пронизывает каждую часть тела. Я могу почувствовать боль, наслаждение. В любом своем пальце, на любой поверхности кожи. Внутри тела тоже могу ощущать боль или наслаждение. Это и есть сознание. Оно пронизывает все тело. И плавает в пяти воздушных потоках. Это все утверждают ведические писания. Те, кто исследовали этот вопрос, мудрецы, они описали подробно. Пять воздушных потоков в целом, пран, удерживают душу в теле. Она плавает. Непосредственно ее связать с материи невозможно. Это тонкое устройство. Такое пневматическое устройство. Возможно, вы видели пневматические механизмы, которые могут выполнять такие функции. Работать сгибы, разгибы, как рука, экскаваторы. Пневматика работает. Воздушные там есть давление. Есть определенная система герметичная. И под давлением этих воздушных потоков происходят вот эти вот действия. Сжатие, ржатие. Начинает работать механизм. И также у нас вот эти есть мышцы. И также они сокращаются или растягиваются под влияние воздушных тонких потоков пран. Вьяна, самана, удана, прана. Апана. Прана — это жизненная сила. Апана — это энергия смерти. То есть жизненная сила, момент смерти, должна выйти из тела. И за этот выход именно отвечает апана. Как бы выталкивать жизненную силу. Тут умирающий чувствует, что у него как бы распирает изнутри, он открывает рот, широко глаза. И в этот момент происходит выход его энергии. Жизненная сила. Как мы шприцом выдавливаем, скажем, воду, да, вот поршень, вернее, вот этот он выдавливает. Вот это апана. А прана — это циркуляция в теле жизненных потоков, которая обеспечивает сокращение мышц, работу век, дыхание, работу органов. Все это связано с работой непосредственно вот этих вот мышечных функций каждого органа. Это прана. Она целиком отвечает за силу, здоровье человека. Прана. Пранотерапия — это такое понятие, когда люди лечат руками, передавая свою прану больному человеку. Вот так, несколько мистическим таким путем. Но вот сейчас это известно, есть такие способы. Может быть, это не самый эффективный сегодня способ. Это от способности зависит от человека. Есть очень сильные, вот такие люди есть, которые, ну, не так могущественны в основном. Но в какие-то те дальние времена, давние времена были очень сильные лекари. Они не нуждались в каких-то антибиотиках, скажем, таких средствах аллопатических, как сегодня. Они обладали более могущественной праной. Ну, и люди в целом были более сильны. Как мы читали из Махабхараты, это пять тысяч лет назад. Воины того времени, получив ранение на поле битвы, сквозное ранение в теле могли получить. А выздоравливались одну ночь, восстанавливались очень быстро. Говорят, что также была атмосфера на планете немножко иная. Воздушность всегда отличалась. Алименты земли и другие, как бы, ну, в целом отличался даже химический состав воздуха, как утверждают ученые. Находя пузырьки воздуха в окаменелом янтаре, очень древние исследования, что отличалась атмосфера. Мы также знаем, что на глубине, под большим давлением, под водой, когда устраивали дома, и люди жили там ради эксперимента, на глубине, скажем, 200 метров или больше, под этим давлением также раны заживают какие-то считанные минуты или серьезные за часы. То есть в той атмосфере происходит регенерация быстрее. Но в нашем случае, скажем, если мы получаем подобное ранение, мы можем просто оставить тело, мы не сможем выдержать, да, и восстановиться. Но какие-то незначительные ранки на глазах тоже можем видеть, затягиваются, заживают. Есть такое свойство, регенерация. Это прана отвечает за это. И чем больше вы накапливаете эту прану, тем сильнее и здоровее вы становитесь, тем могучнее ваша иммунная система. Описывается пример деда Пхишмы, который сражен был на поле битвы с сотнями стрел. Тело было его пронизано стрелами насквозь, практически все целиком. Он лежал на стрелах, когда упал, как на ложе. И говорится, что он ждал благоприятного момента, чтобы уйти из этого мира, умереть. Сам мог удерживать жизненную силу в таком вот израненном теле, смертельно израненном. Полгода. Полгода он ждал благоприятного момента. И секрет в том, что эта личность совершала аскезы, юридические аскезы, определенные практики. Что могло поддерживать жизнь даже в таком состоянии тела. Есть другие примеры. Аскезы, скажем, Хираника Шипу. Он стоял на пальцах ног, вытянутых в позе вира, подняв руки вверх. И медитировал на эти высшие силы, совершая вот эти аскезы, связанные с дыханием, конечно же. И многие годы он стоял, не двигаясь. Вокруг него образовался муравейник, и фактически был съеден он муравьями. Его плоть. Как бы связка костей. И прана оставалась. То есть жизнь сохранялась даже в связке костей. Потом была восстановлена, но уже более в могущественной комбинации. Он получил тело практически неизвимое для болезни и даже для оружия. Его не могли даже проткнуть. Это в далеком прошлом люди владели йогой. И они понимали, что именно вот эту силу, могущество, человеку дает прана. Жизненная сила. А прана обретает это могущество через аскезу. Аскезы это те вот правила, о которых мы говорим. Правила питания, правила сна, правила деятельности. Отрегулировать. Если мы живем ради чувственных наслаждений и комфорта, то жизненная сила ослабеет. А аскез как раз дает силу. Когда мы ходили по тайге еще в молодости, я всегда удивлялся, что в тайге мы находим что-то удивительное. Те же самые, скажем, деревья, которые растут в городе. Мы увидели липу. И мы не видели, мы не представили, что такая липа может быть. Мы втроем не смогли ее обхватить. Это было удивительно. Дерево мы еще там фотографировались, помню. Мы не могли понять, что это за такой гигант растет. Но это была чистейшая тайга. Это было такое место. И там есть живые существа, которые живут. Они очень красивые. Они энергичные. Ну там, конечно, они выживают. Там аскеза. Ну вот аскеза их делает такими, знаете, готовыми, энергичными, энтузистичными, подвижными. Если к этому добавить еще человеческую мудрость и любовь к живым существам, мы увидим, какую красоту из себя являет эта комбинация энергии, любви, добра и этих взаимоотношений. Они красоты, как эти птицы дикие, они такие красивые. А в зоопарке животные утрачивают свою красоту. Там нет аскезы, нет этой энергии выживания. Уже для них важно это. И у них как бы вынужденная аскеза. Животное есть животное. А человек добровольно принимает аскезу. Предназначен для добровольной аскезы. Потому что добровольная аскеза не разрушает его психику, не причиняет страданий. Я сам как бы беру обед. Я, скажем, сегодня пощусь. Вот целый день я буду пости. Идет рамазан, да, сейчас период тоже поста. У всех праведных мусульман все соблюдают этот пост. Он добровольный. И он не причиняет никому страданий. Люди, наоборот, радостны, очищаются. Потом делятся реализациями духовными. Молитва совсем по-другому идет в этот период времени. Аскезы нам помогают сосредоточиться на духовном. Они освобождают наш духовный разум. И говорится, человеческая жизнь предназначена для аскезы именно. И так решается огромное количество проблем, которые мы сегодня назовем проблемами. Для аскета этих проблем просто не существует. Он их не замечает. Для кого-то проблема, скажем, обида на мать или на отца. И он всю жизнь не может решить эту проблему. Всю жизнь может ходить обиженным. И вспоминать, что это какие-то некоторые случаи. А для кого-то проблема. Для аскета это не проблема. Он не заметит этой проблемы. Для человека духовно сильного это не проблема. Он может преодолеть позитивом, внутренним позитивом. Вот так, где же взять этот позитив? Мне в голову лезут какие-то вот эти обиды, память. А вот позитивные вещи слабые. Я слаб. С позитивной точки зрения, честно, ты сейчас слабее, слабее, слабее. И все больше у него негативных мыслей. Все больше вот этой обиженности, уязвимости. Когда ему делают замечания, он думает, что это проблема. Когда ему говорят, что ты живешь неправильно, он думает, что это проблема. Когда кто-то вмешивается в ее жизнь и хочет ее поправить, он думает, что это проблема. Когда у него нет денег, сколько ему нужно, он думает, что это проблема. Когда его жена не слушает, и дети, он думает, что это проблема. Для него все, проблема становится. Это называется малодушие или слабость. Слабый человек. Это так как иммунная система слабая, то все проблема. Дуновение ветра и насморк, вот все проблема. Слабость. Я подвержен этим вещам. Итак, здоровье достигается через вот аскезу. Душа плавит в пяти воздушных потоках. И то есть она непосредственно как бы с телом не соприкасается. Дается пример. Это две стихии, противоположные духу материя, не сочетаются вместе. Как масло и вода. Если даже их вместе соединить, масло всплывет наверх, не соединяясь с водой. Разные у них природы, структуры. Но праны – это некое движение. Такой как бы миксер. И получается, что вот в этом состоянии как бы движения, микс, смешение как будто происходит. Так кажется, что я есть это тело. Что тело кажется живым. На самом деле это вот этот микс происходит. Когда микс заканчивается и выталкивается жизненная сила, мы видим, что тело – это просто мертвое сочетание химических веществ. Все, оно разлагается, распадается на части. То есть, оно распадающееся по своей природе. Неустойчивое соединение, так его говорят. Но вот этот пока микс был вот этой жизненной силы с телом, он называется обмен веществ. Вот этот был поток. Вот это духовного сознания здесь присутствовало. Он организовал этот поток. Не только мой поток. Если бы это был мой личный поток, я бы лично каждую клетку организовывал обмен веществ. Это невозможно представить. Я лишь пользуюсь этим вещам. Организовывает сверхдуша, о которой мы говорили. Которая пронизывает каждый атом, каждую клетку, и в сердце каждого живота. Знает все. Безгранично все знает. Каждую клетку, все формируется. Все мироздания, все эти атомарные соединения, космические, все в точности соединены, и поддерживаются сверхсознанием, сверхдушой. Она знает каждый атом Вселенной. Каждое живое существо, от микроорганизма до макро-размеров, Вселенских размеров, есть живые существа. И вот эта единая сила все гармонизирует в единое целое, поддерживает в единстве. И живые существа, они пользуются этим единством, неосознанно, неосмысленно. Просто каждый знает свою функцию, и так вот происходит это вот. Мы наблюдаем, да, человек наблюдает, что как бы организм-то один. Хотя живые существа по-разному действуют, но организм составляет один. Гармония есть. Вот человек как раз исследует эту гармонию, пытается разобраться в этом в полном целом. Это вот духовный подход. И мы переходим к тому, что же должен делать я в этом полном целом. Вот в чем моя роль. Вот так мы решаем все свои проблемы. Когда мы подчиняемся этой гармонии осознанно, принимаем добровольные аскезы, полезные, предписанные, не самые стязания, а предписанные, добрые аскезы, которые именно восстанавливают мой разум, чувства, где развивается мудрость, добродетель. Вот для этого эти аскезы принимаются. Ограничения нужны, когда мы склонны к каким-то плохим вещам. И нужно себя либо ограничить, либо отказаться полностью. Например, стать вегетарианцем. Это хорошая аскеза, очень полезная аскеза для интеллекта, для здоровья, для характера. Это уже исследовано со всех точек зрения, что человек предназначен больше для такой диеты, поскольку она формирует в нем много качеств добродетелей и тонкого мышления. и физическая сила. Он меньше зашлакован. Но поскольку у меня есть как бы привязанность к этому, я не могу отказаться, тогда хотя бы я могу себя ограничить. Как доктора говорят больным, ну вот вам сейчас нужно ограничить себя все-таки в пище, вот в этой кваши. То, что вы любите жареное, или мясное, или вот такое, вот сейчас вам нельзя это делать. Это поможет вам как бы быть здоровее. Вот ограничивают, хотя бы на какое-то время. Но лучше полностью отказаться, кто хочет именно духовным способом решить все проблемы, то нужно отказываться от неблагоприятного тогда. И принимать благоприятное. Также, скажем, споры, конфликты, неблагоприятное для самоосознания. Мы любим спорить друг с другом. Это становится как бы нашим образом жизни, в семье особенно. Люди спорят часто очень, очень горячо могут спорить, конфликтовать. Этого нужно избегать. Большей частью нужно научиться задумываться. Не разговаривать просто, что мне на языке. Иногда это нужно поговорить. Конечно, для отношений это иногда нужно. Но это регуляция. Не то, что постоянно мы о чем-то болтаем, 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 в конце концов ссоримся. Нет. Большей частью аскет значит молчание. И говорим уместно, когда необходимо. И хорошие вещи. Позитивные вещи. Вот это ограничение. Если в ум приходит какая-то плохая мысль, не произносите это. Держите при себе. Если приходит хорошая мысль, поделитесь. И кто-то услышал хорошую мысль, должен добавить тоже что-то хорошее. Не то, что слышишь хорошую мысль, порчу ее потом. А, я в это не верю. А, это вот то-то и то-то. Нет, нет. Мы дополняем позитив. Вот так развивается наше отношение. Так проявляется больше и больше дух. Так решаются проблемы. То есть мы должны накопить позитив. Накопить прекрасные мысли, прекрасные чувства. Это накопительство. А откуда? Созерцай эти вещи. Размышляй о них. Изучай те книги, которые возвышают наши мысли и ум. Вот это аскеза. Потому что мы привыкли ссориться, привыкли говорить о негативе, средствах массовой информации, привыкли к скандалам, привыкли к разборкам, привыкли смотреть насилие. В интернете различные фильмы, где много насилия. Люди любят смотреть сейчас насилие. Это достаточно аскетичная жизнь. Она, конечно же, ослабляет наш характер. Вот эти зрелища, всевозможные конфликты. И если мы с вами отключимся, как вот сейчас отключились от природы, от этих производств, от механизмов, и природа-то очищается, дельфины приходят, и львы приходят, и так далее. И атмосфера чище становится. И также, если мы с вами отключимся от средств массовой информации, то это негативно. Мы видим, что тоже наш ум восстанавливает свою изначальную, ту природу. Ту колыбели, с которой мы выпали. Там, в этой колыбели, спокойно очень, как в руках у матери. Вот мы там должны быть. В этой колыбели, как бы, вот матери природы. С ней не нужно враждовать, воевать, не нужно называть ее враждебными силами. Нужно видеть ее, вот эту сторону, поддерживающую, позитивную сторону, взаимодействовать с ее добрыми силами. Не злые. Там есть и злые силы. Она мать, но она может стать и ведьмой. Материальная природа. Поэтому так и называют ее иногда. Злая ведьма, а иногда мать. Мать природы. Но она зависит от того, как мы строим отношения. От нас зависит. Мы с матерью общаемся или с ведьмой хотим общаться. Итак, это обширная тема. Но в целом, адхиатма решает этот вопрос. Если мы станем сильнее, здоровее умом и телом, нас не будут так беспокоить живые существа уже. И даже вот эти катаклизмы, которые в этом мире всегда очередуются. Особенно рождение, старость, болезнь и смерть. Это невозможно остановить материальными средствами. Это нужно просто принять правильно. Не закрыть глаза, а принять правильно. То есть подготовиться к смерти человек должен. В течение жизни это называется йога. Он готовится к смерти. Смерть — это переход в новое бытие. То есть смерти для души не существует. То есть она как пронизывает все тело. И тело меняется, а душа не меняется. Пронизывает то меняющееся тело. Вот этот поток постоянно идет. Вот меняющееся, обмен веществ. Сама же душа неизменна. Она нематериальна. Она не иссякает, как материально тело иссякает, или как что-то материальное имеет начало и конец. У нее нет такого понятия, как начало и конец. Она вечно. Она никогда не возникала, не возникнет и не перестанет существовать. Для нее существует понятие «прошлое, настоящее и будущее». Она всегда находится в настоящем моменте времени. То есть тот наблюдатель в этом теле — это я, который наблюдает все эти периоды тела от детства к отрочеству, потом взрослый человек, затем старик. Это все связано с моим телом. А я наблюдаю, я, наблюдатель, тот же самый. Личность не меняется. Личность та же самая, с которой это происходит. Он носит все эти различные обозначения. Если бы называть то стариком, то ребенком, то что... Но это обусловлено. Он с телом это же наблюдатель. Он не тело. Ну вот вы сидите у реки, поток идет. Где тут прошлое, настоящее, будущее? Вот из будущего течет река через настоящий момент, где вы находитесь. И в прошлое уходит. И наоборот. Река течет в двух направлениях. Из будущего в прошлое, из прошлого в будущее. И так, и так движение идет. Река в двух направлениях. Этот поток проходит через вашу границу, где вы непосредственно находитесь. Вот вы руку опускаете. Где настоящий момент? Его нет, смотрите. Уже каждое мгновение меняется поток. Так где же настоящий момент? Не в реке, а в наблюдателе. Вы находитесь в настоящем моменте. Но поскольку мы связаны с потоком, мы думаем, что настоящий момент это вот там, где я сейчас непосредственно ощущаю. Вот сейчас жарко, вот сейчас вот так, все, столько вот времени. Это настоящий момент. Но смотрите, секундная стрелка не стоит на месте. Где настоящее время? Пока вы это осмыслиете, это уже в прошлом. Пока вы подумали, уже в прошлом. Все очень быстро меняется. На атомарном уровне мы очень медленно, вообще мыслим и живем. Мы уже в прошлом живем. С атомарного уровня взять, потому что атомы двигаются с скоростью света, там идут взаимодействия. Триллионы операций в секунду в этом теле. Представьте, какой поток идет информации через тело, о котором я не успеваю это осмыслить, я не могу об этом думать. Я живу в прошлом. Пока я это все подумаю, осмысливаю, это уже пройдено. Я вижу свет умершей звезды. И в настоящий момент определяется. Это наблюдатель, который это наблюдает. Он всегда находится в настоящем времени. И сегодня, и в шесть часов, и в пять часов, и тогда. Я всегда существовал только в настоящем времени. Я не существую ни в прошлом, ни в будущем. Я всегда сейчас. Вот так мы можем решить множество проблем. Вот развив свое сознание. Самоосознание. Если посмотреть через призму самоосознания, через призму вечности, то времени как такого нет. Есть события. А время вечно. Мы живем в вечном мире. Просто этот мир вечно меняется. Вот это нас беспокоит. И когда тело я оставляю, забывая о прошлом воплощении, это смерть, забвение называют. Тут есть забвение. Вот это меня беспокоит. Что я забываю, я ничего не помню. Начинаю все заново. И снова забываю. И снова начинаю все заново. И снова забываю. Бессмыслица какая-то. Как же решить мне эту проблему? Вспомнить, кто я. Я не это тело. Я вечная душа. Вообще не из-за этого мира. И так эти праны, они образуют такую как бы подушку. Или как сидение для этой души в сердце. В области сердца располагается душа. Но это как больше сидение для души. Не в органе сердца. Если сердце можно пересадить, заменить, то не в сердце душа находится, как в органе, а в области, используя как сидение. Сидение можно заменить, но я сажусь на то же самое место. И центр сознания не мозг, как принято считать многими, а именно центр в сердце. От этого как вот мира ощущения зависят и мои мысли в мозге, в этом компьютере. Настройка определяет ход моих мыслей. Вот эти переживания внутри сердца определяют работу мозга. Поэтому центры всех энергий, как и также многие ученые это признают, также медики, именно центр здесь сердца. Мозг даже может уже не работать, а тело функционирует благодаря работе сердца. Тоже это известно. Вот некоторые мысли, которые мы поделились сегодня о том, как решать материальные проблемы духовным способом. Если мы говорим о душе, о духовных способах, то значит мы должны отличить материю и дух сначала. Поэтому мы об этом сегодня немного поговорили. Спасибо большое за внимание. Сейчас тогда будут вопросы. Сейчас мы тогда перезагрузим и продолжим. Друзья, можете писать ваши вопросы. Что я должен такое осознать, когда вот это череда тела, рождение и смерть, рождение и смерть. То есть непонятно пока, во что это выльется, куда это я вообще веду, в чем смысл этого всего. Перевоплощение, смена тел. Зачем все это дано? Вот эти все механизмы, душа, ум, разум, чувства. Меня так все отвлекает фактически от меня самого. А почему? А для чего? Отвлекает ум, разум, чувства. Этот мир мне отвлекается от себя самого. Но это означает, что мы неправильно пользуемся, неправильно создаем общество, неправильно регулируем свою жизнь, питание, сон, деятельность, слова, умонастроение. Например, прежде чем приступить к деятельности, человек должен привести себя в порядок. Так написано. Если он хочет войти в общество, для общения, то недостаточно умыться, причесаться и одеть новый костюм. Он должен также привести порядок ум и чувства, настроения. Вот так цивилизация нам дает ведическое, такие наставления. Но поскольку мы сейчас не практикуем такие вещи, то вне нашего опыта нас не обучают. Нас обучают одеваться хорошо, прическу носить культурную. Мы используем духи, может быть, что еще? Атрибуты, хорошие, красивые автомобили, помещения можем создать для общения. Но качество ума и речи нас не обучают этому. Качественному существованию. Поэтому меня все отвлекает, ведет напряжение, недоверие. Я кого-то не понимаю. Есть скрытность также в отношениях. Скрытые мотивы у каждого. Если каждому это свои выгоды, мы создали мир выгоды. В этом мире выгоды. Мне тревожно вообще жить в обществе людей. А вдруг меня обманут? И я могу тоже кого-то обмануть. И уже кого-то обманул. И меня уже кто-то обманывал. У всех есть такой опыт. Смотрите, в каком мире. Но мы сами создали этот мир. Мы его так отрегулировали. И нам трудно жить в нем. Можно ли назвать вообще, что это регуляция какая-то? Он так и не отрегулирован. Мы не знаем, что делать дальше на самом деле. Как оздоровить общество? Мы вынуждены новые законы создавать. И создавать их бесконечно. Новые медикаменты бесконечно. Потому что не знаем, как решить этот вопрос. Мы все еще не создали счастливое общество нигде на планете за это время. А весь вопрос, говорят мудрецы древние, в саморегуляции. Начни с самого себя. Не с государства. Не с решения проблем, скажем, на планете. Или энергетических, или экономических проблем. Начни с себя. Отрегулируй свои чувства и свои потребности. Нам так много не нужно. Нам не нужно раздувать экономику. Не нужно раздувать какие-то искусственные там все эти вещи. Им нужно научиться жить в мире. Вот это задача. Как это сделать вообще? Возможно ли жить в мире вообще на планете? За последние сколько там? Три тысячи лет, я не помню. Статистика говорит. Мирного времени на планете три года всего. Всегда где-то война идет. Непрерывно где-то на планете идут какие-то военные действия, проблемы. Три года за тысячи лет. Вот мы создали такое общество. Вот это стандарты нашей цивилизации. Стало стандартами. Обычным привычным являемым. Мы привыкли к этому, приняли это. А, нужно изменить стандарты. На лето нужно изменить пищу. Нужно исследовать все эти вопросы. Чтобы изменить характер человека. Сделать его более миролюбивым. Более добродетельным. Более стремящимся к знанию. К самоосознанию. К познанию абсолюта. Вот туда человека сейчас нужно направить. Изучить законы кармы. Изучить вот эти качественные стороны нашего бытия. Как им правильно пользоваться. Чего избегать. И чего не нужно избегать. Мы часто эти вещи путаем. На каждом шагу. А можно попросить вас. Вы уже назвали. Вегетарианство. Отказ от мышечной пищи. Вы назвали. Поступай по отношению к другим. Так, как ты хотел бы, чтобы поступали по отношению к тебе. Контролируй свою речь. Могли бы назвать еще две куплини. Тысячи людей, которые нас смотрят. Чтобы они могли уже сегодня практиковаться. Пять вещей в Бхагаваддите описываются. Которые нужно отрегулировать. Работа. Отдых. Сон. Пища. И ум. Йога. Вот пять вещей нужно отрегулировать. Нужно научиться правильно работать. Правильно отдыхать. Правильно питаться. Правильно спать. И правильно мыслить. Если эти пять вещей отрегулировать. Автоматически человек будет чувствовать счастье. Это Бхагаваддите вы найдете. Такие тексты, комментарии к ним. Здесь очень много вопросов поступает. Совсем недавно наша маленькая дочь оставила тело. У меня есть понимание, что она вечная душа. Нет горевания. Но окружающие не понимают нового состояния. Говорят, что мне надо плакать. Надо горевать. Как отвечать людям в такой ситуации? Как себя вести? Естественно, что вы должны плакать. Если ваша дочь ушла из жизни. Конечно, нужно плакивать. Какое-то время. Потому что это проявление чувств естественное. Первое время нужно плакивать. Так и говорится. Оплакивать нужно. Потом мы вспоминаем снова о душе. Постепенно возвращаемся к жизни. Так все устроено. Не то, что мы это игнорируем. Мы ничто не игнорируем в жизни. Ни чувства. Ни проявления чувств. Ни родственные отношения. То есть знание души не вычеркивает из жизни наши чувства и наши родственные отношения. Не вычеркивает. Наоборот, поддерживает это. Мы сможем правильно использовать эти родственные отношения. Но вы правы, что маленький ребенок если уходит из жизни, вы должны, конечно же, ясно сознавать, что душа пошла просто дальше. Другое место. Но как мать вы будете плакивать ее. Чувство, что срочно надо менять себя. И в себе многое. С чего начать? Срочно, значит, прямо сегодня можно начать. Пока еще карантин не кончился. Как раз есть время. Начать нужно с ума. С ума. Нам нужно некое убеждение в этом процессе и некоторые примеры, чтобы у нас появилась вот эта вера твердая. Основа этого направления. Чтобы вы не практиковали, скажем, это неделю, а потом отбросили в сторону. Сначала я рекомендую почитать книги, такие как Бхагавадгита. Поскольку сам изучаю Бхагавадгиту, всем рекомендую, всем без исключения, любым людям, любых конфессий. Это вам не навредит. Это необходимое образование, как я понимаю, для каждого из нас. Поэтому начните читать Бхагавадгиту, но затем можно продолжить наш разговор. Что делать дальше? Дальше, если будете работать с умом именно, то и с регуляциями жизни, нужно питание отрегулировать и медитацией заняться. Почитайте Бхагавадгиту, познакомитесь с этой культурой и философией, с основами бытия, с устройством человека, как он устроен, с устройством мира, там все это дается. И можно начинать медитировать и принять регулирующие принципы. Дальше вы будете уже видеть сами, когда вы пойдете ногами, уже под ногами будете видеть сами, что дальше делать. Можно будет также советоваться с теми, кто также практикует. Но сможете уже быть более-менее самостоятельными. Дальше больше будьте самостоятельными. Здесь мой вопрос. Девушка делится, мне 33 года, вдруг стало легко просыпаться, с 3 до 6, легко оказалась от мяса, а раньше не давалась, как не старалась. Благодаря вам, Александр Геннадий. Я тут ни при чем. Расскажите про аскезы, какие-то интересные аскезы, кто-то рекомендовал? А, ну есть разные традиции. По понедельникам, 4 месяца, что нужно? Поститься, да? А, кто замуж хочет. А, кто хочет замуж. Видите, мне тут подсказывают. Вот женщины знают эту аскезу хорошо. Вообще, чтобы выйти замуж, поклоняются Господушеве, в реческой культуре, чтобы удачно выйти замуж. И вот по понедельникам постятся в течение 4 месяцев. Ну вот все, что я знаю. Если была бы женщина, я мог бы больше рассказать об этом. Ну, да. Но не только это. Это же более-менее ритуал. Более-менее ритуал. Для этого, конечно же, нужно уже иметь какие-то отношения с Шивой. Если у вас есть какая-то вера, может быть, сработает. Его зовут Ашутоша еще. У него одно из имен Ашутоша, Господи Шивы, потому что он... Его очень легко умилостивить. Если просить какой-то дар, то у Шивы легко получить дар. Но также легко разгневать. Будьте осторожны. Не нанесите случайно какой-то обиды в своей эскизе или медитации. Шиву нужно прославлять. Можете почитать о Господе Шиве в Багавата Пуране несколько историй. Также в Махабхарате есть истории, связанные с ним. Это неописуемая личность. Очень сложно понять его положение. Он благоволит всем существам в гуне невежества. Как бы это его роль вселенская. Он поддерживает, защищает и контролирует невежество. Управляет этой гуной. Гуной страстью управляет Брама. Гуной благостью управляет Вишну. Это вот триада. Три божества существуют. Основных вселенной. Этот мир создается Брамой. Разрушаются Шивы. Поддерживаются Вишну. Вот они втроем. Один уровень у них божественный считается. Это во вселенной их три. А вообще из них один только Бог. Шива находится между Вишну Татвой и Джива Татвой. Джива Татва – это мы с вами. Мы обычные живые существа. Так же, как и другие формы жизни в этом мире. Все Джива Татва. Это эти маленькие атомы жизни в разных телах. Их безграничное множество. Неисчислимое. А Шива Татва – это другая Татва. Другого как бы уже уровня жизненная сила. Он выходит за пределы вселенной. Шива. Брама все еще находится в пределах вселенной, как Джива Татва. Хотя может управлять всей вселенной. Создавать ее. Но Шива выходит уже за пределы вселенной. И Вишну Татва – это еще более высокая Татва. И они действуют вместе. Иногда даже образуя как бы одну личность. Ну как бы соединяясь. Харихар называется. Где Вишну и Шива в одном. В одном облике. Такая между ними связь. Тесная очень. Поэтому иногда Господа Шива путают с Верховным Господом. Но сам он поклоняется Раме. Верховному Господу Раме. А Рама так любит Шиву. А Шива так любит Раму, что Рама тоже поклоняется им. В этом там, видите, сложно определить, кто Верховный. Но Веды говорят, что Вишна Татва выше Шива Татвы. Верховное положение Вишну Татвы занимает. И Шива благоволит нашим желаниям. Если мы просим что-то. Богатство, допустим. Он легко дарует богатство. То Вишну не дарует богатство. Много. Не балует никого. Аскетзу больше дает. А сам купается в роскоши. Шива, наоборот, он аскет. Он там где-то в Ямалаях. Он вымазывается в пепле с мест кремации. Он в медитации находится. Где-то в горах, в ледниках. Как нищий. А его последователи очень богатые. Один из самых богатых городов Индии. Это Буванешево. Где поклоняются именно Шиве. Очень богатые люди там. Ну и так же, если кто-то хочет хорошую супругу. Красивую, послушную. Ну как надо. Хорошо готовит. Что там еще. Ну все, что хотите. Или мужа хорошего, богатого. Ну обычно к Шиве обращаются. Вот им рассказал некоторые секреты счастья. Как развивать мягкий голос, добрый голос? Особенно с ребенком. Когда привыкаешь, иногда быть строгой и говорить не так строго. Мне что понять вопрос. Вот обычно ты с ребенком строгий. Но вот как развить теперь добрый голос, мягкий голос? Что только строгий и все? Видимо так. А какая-то крайность что ли образовалась там? Почему только строгий с ребенком? Это же нехорошо. Тем более с маленьким ребенком. Не надо быть так слишком строгим. Строгость уже внедряется лет в пять. Ощутимая. До этого сильно строгим не нужно быть. Не то, что мы все позволяем ребенку делать. Нет, нет. Мы тоже реагируем, но не строго. Больше переключаем внимание, разговариваем. Не нужно слишком быть строгим до пяти лет. А с пяти лет начинаем уже дисциплину вводить. И максимально строгие мы уже лет в четырнадцать, с двенадцати до шестнадцати максимально строгие. Вот в этот период времени. А потом уже дружба. Поэтому смените это настроение, быть в такой родительской искусственной расе. Будьте добрым сначала к ребенку, любящим, снисходительным, чтобы он чувствовал буквально от вас вот это добро. Какие аскезы еще могут быть рекомендованы вами? Еще? Да, сначала я тебе освоить. Ох, ох, ох. Аскезы, например, хороша. Обливаться холодной водой по утрам. Женщинам тоже? Женщинам особенно. Да что вы думаете? А чем тут? Это для здоровья хорошо? Но бывает так, что человек, скажем, слабый здоровьем, оббивается и почки простужает. Вот тут будьте внимательны. Значит, вы должны найти для себя подходящую аскезу. Не подражайтесь сильно здоровым людям, скажем, Порфирик Иванов ходил в одних трусах по лесу зимой. Без обуви, без одежды он мог целый день гулять по лесу вот так вот. Когда вы спросили, а можете нас этому научить? Вот он не мерзнет же как-то. У него только борода, трусы и все. Он говорит, можно, но это очень трудно. Вы, говорит, не сможете ум удерживать на одном. Нужно тут как раз, вот медитация нужна. Поэтому вам лучше с этим не связываться. Это, говорит, трудно для вас будет. Поэтому уж если что-то делает Иванов Порфирик Иванович, вы не должны подражать. Значит, замерзнете, даже если одеты уйдете в лес. Поэтому для себя выберите здоровый стиль, то есть критерий здоровья. Если у вас аскезы практикуете, то не разрушайте здоровье. Чрезмерные аскезы могут навредить. Подскажите, пожалуйста, если не соблюдать четыре принципа и читать джапу или мантру, безопасно ли это для тела и психики? Если не соблюдать принципы и читать мантру. Ну, я не вижу в этом проблемы. Можете начинать как получается у вас. Что можете, то и делаете. Но, 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 если вы на самом деле правильно это делаете, медитацию, то вы, естественно, будете все принципы соблюдать. Но вы захотите это делать. У вас появится отвращение к некоторым вещам. Что делать в трудном финансовом положении, даже если я осознаю, что я вечно и дыша. Но есть потребности тела, обязанности по содержанию дома и так далее. Такие периоды жизни бывают. Например, ну, например, мы жили в нищете какое-то время, долгое. Мы не видели в этом какой-то проблемы. Никогда не рассмотрели это как проблемы. В принципе, мы могли бы счастливыми именно регулировать свою жизнь. Ну, как-то мы выживали. Я бы не сказал, что это проблема. Это больше проблема престижа сегодня. Сейчас, видите, если у человека нет денег, он как бы, ну, не очень считается успешным в обществе. А в советские времена, в которые мы жили, мы к деньгам не были привязаны, мы не было таких оценок. Были другие критерии совсем. Вообще на это не обращали внимания. Ну, вот наоборот, как-то жили в простых условиях и нормально себя чувствовали. Роскошь не любили. Это было то время, которое ушло. Сейчас вот время сменилось. Сейчас мы имеем престижный, престиж уже навязанный нам новой культурой, новый русский или новый казахи, где мы хотим уже иметь свою виллу, свой автомобиль, счет в банке. Вот какие-то мы насмотрели из каких-то вот вещей по интернету и думали, вот это стандарт жизни. Это глупость. Стандарт жизни – это счастье, а не условия. Поэтому научитесь, пожалуйста, быть счастливыми даже в тех условиях, если у вас, ну, нехватка каких-то денег, скажем, вот пока перебиваетесь. Но счастье необходимо, чтобы вы могли развивать свои способности. Вы не научите человека хорошему, если он погружается в скорбь. Вот в чем проблема. Скорбь порождает, как бы, слабость, болезни, потери привлекательности. И в таком состоянии вы вообще не способны будете даже устроиться на работу, вас брать даже на работу не будут. Зачем такой работник? Кому он вообще нужен? Приведите себя в порядок. Давайте не будем зависеть от денег слишком сильно. Какая-то пища есть, ну и слава богу, радуйтесь, что что-то есть. Но развивайте себя в позитиве сейчас. И вот тогда к вам придет удача. Когда у вас будет энтузиазм, когда у вас будет позитивная энергия внутри, творческая. Когда будете всю жизнь чему-то учиться, совершенствоваться. Не смейте, вы будете нужны кому-то, очень нужны. И удача придет вам. Понимаете, о чем я говорю? Не погружите в это настроение в зависимости от денег. Люди становятся неприятными такие. С ними неприятно общаться, неприятно иметь дело. Они всегда жалуются на кого-то, завидуют. Вот у кого-то денег есть, у меня нет. Вот такие вещи приходят и... Как более спокойно наработать, когда на работе все в страсти, люди-материалисты, короткие дедлайны, сроки. Все надо делать в спешке, надо успевать. Как жить в таком? В страсти, да, это лучше, чем в невежестве жить. Невежество это ниже. Страсть, если вы исполняете обязанности в страсти, вы поднимаетесь в благость постепенно. Работа необходима, чтобы поддерживать свое существование. И деньги необходимы. Но вопрос, как вы это используете? В благости или в невежестве? Страсть, в любом случае, вы выполняете долг и зарабатываете деньги. Страсть позволяет нам поддерживать себя. Но вот как вы потом используете эти средства? Вот, об этом подумайте. Если вы в благости используете свои заработанные средства, ваше сознание будет в благости. Если в невежестве, то вы будете в невежестве. То в страсти, то в невежестве, то в страсти. Лучше в страсти, в благости, в страсти, в благости. Выше, 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 выше. С материалистом можно общаться на платформе. Долго это не оскверняет. Вам не обязательно с ними анекдоты рассказывать про мужчин и женщин. Или выпивать вместе с ними по праздникам. Вам не обязательно заниматься. Просто исполняйте хорошо свои обязанности. Будете хорошим профессионалом. Они вас будут уважать за ваши принципы, за вашу работу, за вашу ответственность. Как отличить негативные мысли от предчувствия? Негативные мысли от предчувствия? Нет, предчувствие может быть тревожным. Это не то, что негативно. Это просто означает, что какая-то неприятность может быть. Или несчастье даже может быть. И Тештира, старший из пандов, он был таким чувствительным. Он мог предчувствовать плохие события. Но они не воспринимали это как что-то плохое или хорошее. Они просто знали, что нужно делать в этой ситуации. Они думали о долге. Как поступать в той или иной ситуации, когда происходит какое-то несчастье. Или счастье приходит. Тоже нужно знать, как поступать. Вот о чем речь идет. А мы же сказали, что в жизни будет чередоваться счастье и несчастье. У всех. Не означает, что мы должны то в скорби быть, то в радости. То в скорби, то в радости. Будьте ровны в исполнении долга. Это написано в Бхагавадгите. Читайте, пожалуйста, эту книгу. Ваш ум станет сильнее. Как вам кажется, что именно сейчас время быстрого получения знаний и применения? Что именно сейчас Господь проявлен как никогда. Просто мы его не можем увидеть. Такого-то. Такое-то. Что сейчас, как никогда, время быстрого получения знаний. Да, да. Право, право, да. Сейчас интенсивное идет образование по всему миру. Такое стихийное, видите. В интернете образовалась тоже целая сеть гигантская, мировая. Распространение духовных знаний. Потому что мы все стремимся к этому сердцем, душой, как бы искренне. Многие-многие люди присоединяются в этих поисках. Это очень хорошая тенденция. Вы правы, все происходит быстро, на глазах. И методы даются очень мощные, как мантра-медитация, имя Бога. Это вершина вообще медитации. Вершина медитации дается. Поэтому, я думаю, мы в хорошее время живем в этом смысле. Стоит ли ожидать прихода Антихриста? И как правильно относиться к этому? Как спасти душу? Ждать прихода Антихриста. Да он давно уже пришел. Чего ждете его? Господи, Боже, Боже. Они все еще ждут. Он давно уже пришел. В этом как бы его и хитрость заключается, что вы не видите его. Он давно уже здесь, Антихрист. Вот интересно, как люди мыслят. Ждут Антихриста. Как с такими душами? Так к Богу обратитесь. Душа же с Богом связана, не с Антихристом. Да не ждите его вообще. Забудьте про него. Игнорируйте вообще его. Не связывайте с ним. Он силы не имеет, если вы молитесь Богу искренне, он не имеет силы, влияния на вас. Если пришел к отчаянию и понимаешь, что сам не можешь идти по духовному пути, что делать? Ну, хорошо, хороший опыт. Так и есть один в поле не воин, безусловно. Вот попробовал сам, видите, хороший опыт получил. Давайте общайтесь с теми, кто тоже практикует, будет легче. Их нужно быть хочется. Их нужно быть хорошая команда. Духовная дружба. Общие цели, миссия. Представьте, потрясающая жизнь. Общаться с чистыми людьми, чистые помыслы, которые хотят тоже одухатрить свою жизнь, помогают друг другу. Это же потрясающе. Это только мечтать нужно. Таких людей сейчас больше, больше, больше. Не будьте в одиночестве. Как получить духовное посвящение? Да, духовное посвящение для тех, кто серьезен. В духовной практике необходимо духовное посвящение. Практикуйте 16 кругов маха-мантры ежедневно. Соблюдайте 4 регулирующих принципа. Это отказ от мяса, рыбы и яиц. От всех интоксикаций, всех видов. От азартных игр и незаконного секса. 16 кругов ежедневно мы говорим. И общайтесь с теми, кто также это практикует. И постепенно придете в посвящение. А можете показать про селину, как практически читать джапу? Как читать джапу? Да. Вот на четках, вот в мешочках. Это чьи четки? И на мешочках. Мешочек нет. Нет показательных тут каких-то четок? Ну, это же не значит. Ну, так что ж теперь? Ну, вот традиционно делается так. Вот видите, я вам показываю сейчас то, что нельзя показывать. Ну, у нас карантин все можно, да? Вот это четки называются. Это из священного дерева Тулоси. Четки уже четки посвященного человека. Он уже получил посвящение. Поэтому их не очень-то нужно показывать. Но меня попросили ради кого-то сделать такую уступку. Мне фанатики, в конце концов. Здесь 108 бусин священных. И видите, вот это вот есть 109 разделительная. Вот она в стороне крупная. Она листворяет Верховного Господа на этих четках. Мы берем в руки, в правую руку, руку четки, между указательным и, значит, вот здесь средний палец, да? Вот этот средний палец и большой палец. Вот средний палец с большим, берем бусинку. Вот, указательный не участвует. И как бы вот так массируем этой бусиной вот это место и сосредотачиваемся. Осязанием, мыслями. И мы должны произнести вслух для себя, негромко, всю мантру. Харикришна Маха Мантру. Это Маха Мантра. Великая мантра, говорится. Великая песня освобождения ума ее называют. Самое эффективное средство век Кали дается. Вот это Маха Мантра. Она также Маха, потому что не требует никаких подготовительных процессов для ее повторения. Все другие мантры, такие как Гайет. И необходима подготовка сначала, заслужить нужно. Маха Мантра может поднять с любого уровня человека. С самых низов до верхов. Диапазон у нее безграничный. Это Маха Мантра. Великая. Поэтому дается Маха Мантра, когда век такой сложный, то лучшее средство. И звук трансцендентный. Мы должны создать вибрацию этими звуками. Харикришна, Харикришна, Кришна, Кришна, Хари, 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 Рама, Хари, Рама, 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 Хари, Хари. Но в медитации нужно повторять быстрее. Как бы сжать, уплотнить эту вибрацию бодро. И вращая вот эту бусину на одну бусину, одну Маха Мантру. Харикришна, Хари, 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 Рама, Хари, Рама, Рама, Хари, 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 Рама, Хари, 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 Рама, Хари, 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 Рама, Хари, 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 Х Он рассеянный, он непостоянный. Но ваша задача в этом процессе — возвращать ум снова к этой вибрации и поддерживать бодрое повторение и ровный звук. Это будет относительно тому, как вы берёте, скажем, что-то нечистое и вымоющее средство опускаете. Вот в эту вибрацию звука ум контролируется звуком, а это чистый звук, трансцендентный звук. И вот вы его так вот там — Харе и Кришна, Харе и Кришна, 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 Харе и Харе, Харе, Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Харе. А остальное происходит как бы уже независимо, потому что мантра независима. Это звук как бы с шабда аватара, это воплощение в звуки Бога. То есть вы соприкоснётесь непосредственно с божественным присутствием. Уже, может быть, через полчаса такой медитации вы ощутите совершенно иную атмосферу вокруг себя и внутри себя полностью. Если внимательно повторять, как вот мы сейчас проговорили. Бодрое повторение означает где-то минут семь на круг уйдёт. Минут семь на сто восемь раз. Это один круг у вас уйдёт. Если вы начинаете только это делать, то за семь минут вы не управитесь. Наверное, у вас минут пятнадцать, можно занять по неопытности, или минут десять, там двенадцать. Но старайтесь это делать бодрее и рано утром старайтесь это делать. Потому что днём, ну, всегда есть какие-то дела, обязанности и по дому, или там что-то ещё, или в уме. Раннее утро, скажем, если вы с пяти, с пяти до семи утра вот в этот период времени повторите свою норму, будет замечательно. Норму выбирайте сами себе. Ну, один круг, это легко сделать каждому из нас, уже процесс постепенно начнётся. Я рекомендую дойти до четырёх кругов и остановиться на четырёх кругах, скажем, какое-то время. Четыре круга вы уже почувствуете сами трансформацию. Ощутимо почувствуйте трансформацию. Сознание, мироощущение, измерение времени также у вас изменится. Если вы будете продолжать увеличивать круги, постепенно это делайте, пожалуйста, без резких каких-то таких решений внезапных, дойдите сначала до четырёх, удерживая внимание. Потом добавьте ещё четыре со временем. Вы захотите даже это сделать, потому что атмосфера вас будет привлекать. Раскрываться будут лепестки лотоса, как бы новые изменения, бытия, сознания, ощущений, видения могут быть, переживания, которых раньше вы не переживали. До восьми кругов, когда вы дойдёте, вы уже явно ощутите в себе трансцендентную духовную атмосферу. Это явно будет у вас. То есть вы уже сможете почувствовать вкус и даже привяжетесь к этому процессу. Если вы дойдёте до шестнадцати кругов, ну, это большая удача. Шестнадцать кругов — это примерно часа два в среднем медитации в течение дня, за сутки. Два часа нужны эти времени. Сильнейший эффект это производит. Но в этом случае вам будет необходимо руководство опытных людей, потому что вы можете потерять равновесие в жизни. Вы вдруг можете подумать, что достаточно Харе Кришна мантры, больше мне ничего не нужно. Больше меня интересует больше ни образование, ни работа, ни деньги. Я пойду сейчас, буду жить в пещере, буду повторять эту мантру. Это вот такие сумасшедшие. Поэтому здесь нужен духовный наставник, который будет следить, чтобы сумасшествия таких не происходило. Потому что совершенство жизни, когда вы продолжаете выполнять все свои обязанности по работе, по семье, но думаете о Боге при этом. Вот это совершенство жизни. Вот этому нужно учиться. Так вы можете именно изменить свою жизнь и помочь окружающим людям. Не думайте только о себе. Поэтому нужно сочетать духовные вот эти обязанности с материальными обязанностями. Но, как мы сказали, необходимо отрегулировать нашу пищу. Откажитесь от мяса, если вы хотите быстрее почувствовать эффект как бы этой медитации, то от мяса откажитесь сразу же. Интоксикации тоже. Не сочетается маха-мантра с, скажем, сигаретами, наркотиками или свином. Скажите, пожалуйста, какой должен быть сон? Какой должен быть сон? Сон должен быть чистым. Чистое белье. Старайтесь, чтобы это не было какой-то так же чистым. Не нужно, чтобы в доме было нестиранное белье, залежавшееся, грязное, или немытая посуда, оставленная на ночь. Потому что сон — это тонкая материя. И мы зависим во сне от тонких существ. Сильно очень. Особенно от претов. Как описывается в Городопуране, если человек засыпает и просыпается, поменявшись головой с ногами, направление меняет во сне, то его одолевает прета, дух. Именно ночью попадает в влияние прета. Пока он бодрствует, мы как бы включены в физическое тело, этим и защищены. Но когда физическое тело нечистые поступки, нечистую пищу, скажем, интоксикации принимает, он поддрежит, становится претом, что преты именно питаются нечистотой в нечистых местах. От нечистых помыслов, от нечистой пищи. Представьте, дома накурено, скажем, или там посуда оставлена, пища на столе оставлена на ночь. Вот в этой среде люди там засыпают, занимаются всякой ерундой ночью. Они подвержены духам. Духи провоцируют, усиливают плохие мысли, ссоры, конфликты. Это вот нерегулируемая жизнь, видите, она связана со сферами нечистыми. Поэтому вот я вроде делаю плохую вещь, одну маленькую, а к ней присоединяются еще какие-то притягиваются силы, видите, опасно получается это. Поэтому следите за чистотой. И перед сном нужно услышать что-то возвышенное. мы читаем, скажем, об играх Бога перед сном, вечером. Есть такие книги, где описываются вот эти игры Бога, божественные игры. И мы ум, вот в этом настроении мы засыпаем, так стараемся, чтобы ум тоже был настроен на высокие волны. посоветуйте, как правильно провести 26 апреля Акшай 3. Акшай 3, это такой момент, где закладываются самскары на долгое время вперед. То есть те моменты определяют наше будущее на какой-то период существенной нашей жизни, как мы проверем этот день. Любой день становится благоприятным, если мы связываем нашу жизнь с Богом. Например, Акадыши дни неблагоприятные. 11 день после полной и новой луны неблагоприятные. Много вспышек на солнце, повышенная активность солнечная, много раздражения, скапливается плохая карма в зерновых, то есть лучше поститься, не есть зерновые в эти дни и не начинать никакие материальные дела, потому что в этой среде все будет негативно, в негатив может перейти. Дни неблагоприятные, но они становятся благоприятными, если мы постимся в этот день и много повторяем мантры, читаем Священное Писание. Считается очень благоприятные дни, поэтому мы их превращаем только в благоприятные дни. Поэтому в такие дни, как Акшай 3, старайтесь провести это время максимально духовно, максимально, чтобы заложить эту самскару счастья глубокого и смысла в свою жизнь, осмысленно живите. и Акшай 3 усиливает эту самскару во много раз и поэтому где-то лет на 10 вперед ее хватает потом. Вот это чистоты даже с этой жизни будет складываться трудно, вот это вам поможет дать силы, дает вам силы побеждать. А вот мы можем задать вопрос 26 числа у нас есть инициатива такая, чтобы подключились к совместной молитве, потому что 26 число очень благоприятно на это время, и мы приглашаем всех наших подписчиков в 9 числа по Москве к совместной молитве, и вы тоже будете такую настройку давать на это, и люди сразных, и мусульмане, и христиане. Скажите, пожалуйста, в чем могущество совместной молитвы? Что это дает? Как мы читаем из Благовата Пураны, там описывается очень необычный момент, что, конечно, Господа, Господу нравится, когда человек обращается к Нему, молится. Даже если он это делает не очень может быть правильно, не умело, неопытно, может быть, даже он что-то материального еще просит по глупости, но сам факт обращения хорош, уже делает человека благородным. Только благородный человек к Богу искренне обращается. И как бы это приносит удовлетворение Верховному Господу. Хорошо. Но еще больше удовлетворения приносит, когда люди между собой вот в этих духовных целях дружат. совместно это делают. Вот тут особое благословение получают люди все. То есть когда мы о себе молимся, это все тоже хорошо, но когда мы это делаем вместе, ради общего блага, ради других людей, ради мира, пытаемся что-то помочь кому-то, свою жизнь пытаемся использовать в служении, но это особый момент, экстатичный момент, потому что когда Господь доволен по-настоящему, все счастливы становятся. И мусульмане, и христиане, и верующие, и неверующие, атмосфера для всех будет благоприятная. Поэтому совместная молитва, ей цены нет. Если мы как бы в одном духе это сделаем, в одном духе, если мы проигнорируем все наши материальные различия, не будем дискриминировать друг друга, а просто все искренне обратимся, как умеем, как понимаем, к Богу, это произойдет невероятный эффект, подобно взрыву такому революционному духовному. Как это будет, как бы новое рождение, что ли. Такой вопрос, как правильно работать? Как правильно работать? Честно. Если получится, конечно. Мы понимаем, о чем сейчас, о чем речь идет, как правильно работать. Во всяком случае, нужно работать в правильное время. С 10 утра обычно начинается уже влияние гунной страсти, вот в это время уже мы приступаем к работе, и до 6 вечера все, не больше, не больше, уже другая гунная меняется. Поэтому это период времени правильный. я понимаю, что есть сменная работа, мы сейчас не говорим об исключениях, просто о правилах говорим. Когда мы работаем, нужно быть средоточен на исполнении своих обязанностей и совершенствоваться в них. Это правильно. Не просто работаем, чтобы потом получить деньги, а для того, чтобы усовершенствовать свои профессиональные навыки, делать это еще лучше, еще лучше, еще качественнее. и исполняем хорошо, честно свой долг. Это замечательная работа. Последние два вопроса не будет закончить. Если человек нерелигиозен, на что ему ориентироваться, что читать? Я тоже нерелигиозен. Считайте Бхагавадгиту. Дело не в религии сейчас. Ну как? Сейчас уже неважно, религиозный человек нерелигиозный, у нас светское общество. Мы не призываем стать, как религиозное государство создавать. Нет. Прежде всего мы хотим разобраться, что такое религия. Религия описана в Бхагаватапуране по четырем признакам. название религия четыре признака. Если мы хотим что-то назвать религией, то первое это милосердие, второе аскетизм, третье чистота и четверто правдивость. Вот это религия. Так вы хотите быть религиозным или нет? Но вы, наверное, имеете в виду что-то другое, поэтому так говорите. Каждый человек должен быть религиозным в этом плане. Образ жизни, аскетизм, чистота, милосердие, правдивость. Вот она религия. Вот четыре опоры людей. А как вы молитесь или не молитесь, я не знаю, это другой вопрос. В какую мечеть или храм ходите, это даже другой вопрос. Это не требуется в светском обществе обязательно это делать. Можете делать, можете не делать, но аскетизм, чистота, милосердие, правдивость. Вы уже связаны с Богом при помощи этих качеств. Уже автоматически. как научиться видеть возможности в трудной ситуации? Не бояться. Здесь вопрос бесстраший. Не бойтесь трудностей и всегда найдете. Это как воин, воин на поле битвы, он всегда в трудной ситуации, там же сражение идет, бывают экстремальные ситуации, опасные, смертельно опасные и так далее. Но воин по своей природе он любую ситуацию найдет выход. Он очень находчивый, очень смелый, решительный, он должен быть бесстрашным для этого. Поэтому, говорится, смелого пули боится, смелого штык не берет, когда песни такие пели. Поэтому нужно развивать бесстрашие. Не бойтесь трудностей. Живите спокойно и радостно. А это природа, матрас, прочитал, что каунту яна то счастье, то несчастье, так будет чередоваться всегда. Не нужно этого бояться.